Мы тут собрались и написали бэкэнт. Собственно, что делать? Приложенька хостится на флюэнсе, принимает джейсоны от фронта, запоминает пиксели в хешмапке. И это успех. Русское. А, ну он за счет этого автоматически становится мультиюзерный. Мы вообще ничего для этого не делали, для работы с синхронизацией, с асинхронщиной, ничего такого никто не писал, естественно. Но оно само работает, потому что ребята запилили очередь в события и себя в бэкэнде, видимо. Как-то так. Не-не-не-не, по хэнде клюенс. Ну то есть мы можем одновременно что-то редактировать, и оно все будет работать. Просто потому что... Потому что вызовы все реализованы. Ссылки на код? Может там вообще доступны, да. Все вызовы по порядку. Да, да, да. Прикольно. Код могу фронтбол. Нет, нет. Расшарить. Симпитон. Здесь еще где сделаете? Ну, здесь все, конечно. Но прикол в том, что по факту на бэкэнде одна хэшмапа, которая хранит координаты цвета и все больше ничего нет. Накой сложной логики. А позволяет сделать... Ну, я вот думаю, альтернатива. Если бы я писал на скале с бэкэндом, и мне надо было бы асинхронные вот эти вот вызовы обрабатывать, это было бы сложнее, наверное. А ты пришлал бы в один потом. И все те, кто сейчас не успели, стояли бы тебя на сухе и ждали бы. Или через кавку. Отлично. Через очередь бы в пиле область, вот лицо. Ну, это странно. Решение. Если тянет... Ну... Ну, просто вещь не уходит. Всего 50 килобайт Джейсон весит. Всего больше. В этой картинке. Больше всего. Ну, а тут есть как бы много на чем работать. По тому, чтобы... Да, ребят. Общение запилить. И все такое. Ну, пока зажат, он будет каждым 50 миллисекунд. Да, да. Что, блядь? А ты что-то рисуешь, да? Да. Ну, вон, черный тетчик иногда вот появился. Просто там какое-то время не появлялось. То есть они все это делаю еще и полят. Да, да, да. Да, они все полят. Раз пять секунд. Без этого было бы не прикольно. Да, да. Да, да. Да. Много раза запросило и начало непросто. Вот смотри, если ты загружаешь, то я сейчас запрещусь. Да ладно. Ну, может, потом. Может. Ну, они у тебя нарисовались, а ты все не отправил. А почему? Потому что слишком много запросов и сетка просто не пропускает дальше. Там прям, если посмотреть на Найкл, то он будет. Ну, да, я нарисовалась. А вы отправляете целиком, как бы, ну, со всех кадров? Каждый раз. Да. На запрос, да. На сет, нет. На сет только, да. На части. Ну, на... Ну, на... Ну, короче, как-то так. Ничего сложного. Расскажи, ты на чем писали? На чем постится? Мы... Ну, все. Писали на raster backend. Постимся, на хранится. А, фронт. Фронт на... На apierface, да, лежит. Кое-моему, что можно обновлять фронт, выкладывать новую ссылочку, у людей, получается, две работающие версии одновременно. Разные версии, но один backend. Одновременно работают. Классно. То есть вот эту штуку... Спрей? Да, мы сделали спрей, но есть версия, которая без него, и они... Там можно только тыкать, ну, один раз. Да... Очень признаю. Ого. Да. Ну, да. Кирский тест. Ну, как-то так. Вопросы? Что дальше? Слушай, на фига. Да, когда я съемок? Ну, честно попробовать вообще, как на этой штуке писать, и как она будет работать. Конечно, за спрейм хотели продать. Google. Ну, просто... Ну, до этого на Fluence только HelloOrb писал, и... понравилась, в принципе, концепция. Немножко обкатали. Подать вам Fluence-овский Google Store, мне кажется. Самое главное. Да. А так нафига? Ну, как бы... Вконтакте тоже есть такая штука, кстати. Спросить, нафига. Не. Fluence станет на Амазону Fluence as a service, и вот тогда, когда там будет Fluence Store в Амазоне или этих самых, вот туда встать. Мне кажется, 100 банцев стоит. Василов Игорь Суєн . Веда дан цена.